всем привет привет всем отличной недели сегодня мы будем делать с вами расклад который предложила наталья успешная по моему и на этом канале и на втором моем канале всю эту неделю я буду делать расклады которые предложила наталья за что ей огромная благодарность так позиции вы видите перед собой тайм-коды в описании по ссылке мои услуги все что вам необходимо узнать о моих услугах ну а мы с вами без промедления приступа позиция номер один голубенький камешек а что смотреть то будем я сказала не знаю не помню смотреть будем с кем с кем и где я проведу старость но в любом случае даже если я не сказал до название есть вы увидели значит с кем и где я проведу старость единички смотрим просто мне тема такая показался интересная и необычная оригинальная поэтому я решил ее сделать значит с кем с кем и где я проведу с кем с кем королева пиндаклей королева пиндаклей с кем а вы знаете такое ощущение что вы как будто вы сами собой да сами собой проведете свою старость причем по умеренности достаточно умеренно спокойно на расслабоне вот если же это не вы королева пиндаклей то есть такая заботливая опытная уже женщина до умудренная жизнью приземленная женщина которая наслаждается жизнью наслаждается каждым днем такая достаточно практичная приземленная ну вот примерно вот такой вот вы будете в старости если это не вы то возможно с какой-то женщина мне кажется что может быть кто-то с матерью вот прям для кого это актуально отвечая на вопрос еще с кем с кем с кем вы проведете старость до орган повешенный интересно наверное с кем нет больше здесь не выходит каких-то фигур до что на что можно было указать я скажу скорее всего где до либо как каким образом достаточно позитивно ну то есть ваша старость будет примерно такой какой вы ее себе представляете однозначно это будет дома дома хотя это знаете как будто бы не основной дом то есть это может быть либо дача либо какой-нибудь загородный дом второй дом либо это чужой какой-то дом не ваш не не тот в котором вы живете например дом мужа кто замужем но единичные случаи могут быть что это может быть дом престарелых вот но это какой-то вот казенный дом это не совсем ваш дом но он позитивный ну вот повешенный я хочу уточнить с кем вы знаете есть такое ощущение что вы как будто выбираете все во первых будет зависеть от выбора да здесь на карты говорят несколько не есть тому что вы выбираете больше быть сами собой в уединении до туз мечей вот это вот подтверждает это ваше решение это ваше решение жить в уединении либо как-то самостоятельно внутрь я вижу что вы живете одна но это не значит что вы покинуты да то есть люди к вам приходят то если у кого есть дети дети приходят но вот вашем доме такое ощущение что либо вы одна живете либо просто царит как а какое-то умиротворение вот какое-то спокойствие но опять же таки не какая-то там гробовая тишина а потому что здесь выпадает еще и четверка железов это то что так знаете вот позитивно то что вас расслабляет даже где то есть кем это понятно да а где здесь показан вот именно дом который вам известен он знаком вам и он нас наполняет тут почему-то я склоняюсь больше как-то к природе либо вашем доме будут цветы будет цветы будет зелень если не цветы ту зелень вот в общем там где зелено и урожай на как-то так где смотрим да где 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 еще ну для кого-то знаете спросила где и вышел человек смотрите здесь может быть с какой-то вот молодой энергии под молодой энергии где это вот возможно какое-то новое место будет для вас но вам это будет нравится то есть у меня такое ощущение что это не там где вы жили всю свою жизнь и для кого-то здесь вышли это не дети потому что если мы говорим о старости то ваши дети они должны быть взрослые а здесь молодая энергия возможно это каким-то образом имеет отношение к внукам опять же таки слова старость это знаете такое растяжимое понятие так скажем ну вот последние лет десять до смерти вот в таком возрасте да это наверное старость но может быть 7 лет 5 вот где-то так 5-7 лет от точки в вашей смерти потому что старость здесь тоже такое понятие вот я вас не вижу как под словом старость это у меня не здесь нету какого-то такого знаете совпадение вы и старость вот это не говорит о том что вы не будете в биологическом возрасте таком созрелом да но вот понятие старость обычно у людей это не мощность здесь такого нету да то есть вы даже в глубоком таком возрасте до биологическом я вас ощущаю достаточно активным человеком но вот в вас преклонный возраст вот так скажу да он нас вообще никак не напрягает здесь по помимо карты ощущение того что он вообще вас как никак не напрягает вам нравится то есть вы как-то знаете принимаете вы получаете удовольствие не могу сказать что вот вы прям так радостно от того что года проходит нету но вы так достаточно адекватно зрело воспринимаете что окей да время проходит это естественный процесс рождения смерти то есть вы спокойно к этому относитесь нету страха не чувствую вот страх так знаете что смерть приближается наоборот мне кажется вот даже ближе к последним дням вашей жизни у меня такое ощущение что вы как будто вы знаете довольны и довольны и той жизнью которую прожили получили удовольствие и присутствует вот в последние дни какая-то усталость вот и но усталость физическая не не душевная и как будто познаете вот такое предвкушение перехода именно перехода не окончания а именно перехода на какой-то другой уровень то есть вы такое ощущение что вот вы спокойно смерть принимаете не спокойно к нему относитесь к ней относится что это как какой-то такой переходный момент вот но и именно поэтому вас не пугает я не вижу здесь одиночество в контексте слова я один одна бедная такая вот несчастная никому не нужно и заброшенной нет здесь как будто уединение идет вот так скажу и это ваш выбор почему вы приняли сделали такой выбор здесь имеет какое-то отношение вашей семье какие-то вы знаете страхи я бы так сказала страхи за семью то есть здесь как будто бы не то что вот вы боитесь что кто за мной там будет ухаживать либо стакан воды поднесет не здесь не об этом а здесь здесь вы как будто бы не хотите быть грузом до вашей семье ну то есть вы понимаете что там у детей своя жизнь до у ваших родственников своей жизни вот вы как будто бы не знаю переживаете может быть вашей семье есть какая-то вот такая какой-то болезненный уход и жизни и вот старость когда в тяжесть грусть и вот вы как будто бы не хотите да то здесь прошлый опыт прошлый опыт ваших родителей он был не очень хороший и вот вы как будто бы не хотите чтобы и и вы были ну вот ваши отношения может быть близкими до либо родственникам были такие поэтому вы выбираете причем могу сказать что вот вы как будто в очень глубокой старости вы очень еще и работаете работаете это но опять же таки не значит что это за деньги но вот вы что-то делаете да то есть вы активные поэтому о чем здесь страхи могут быть ну что вы как будто бы боитесь потерять рассудок да то есть вот я говорю здесь может быть деменция у кого-то было из ваших родителей либо там предков ваших и вы это каким-то образом либо знаете либо видите и вы не хотите чтобы это было у вас так и допустим то как вы ухаживали либо ваши родители ухаживали за бабушками девушек дедушками которых была деменция либо кого-нибудь альцгеймер и вы поэтому выбираете быть одним чтобы не быть в тяжести и как-то ну своим предыдущему поколению да от вас вот так скажу то есть своим детям здесь поэтому у вас такой выбор на выбор видите двоикожезнов это ваш выбор ваш выбор быть в отшельнике какая будет старость да вот смотрите по тройке кубков да прекрасная старость у вас будет вы а чего зависит старость да вот какая она будет по сути старость это также как и деньги являются увеличительным стеклом то есть что есть в человеке на данном этапе да то получая большую сумму денег это преувеличил увеличивается либо также и в старости это увеличивается то есть если человек вообще сам по своей жизни был какой-то такой вы знаете странноватый хмурый угрюмый раздражительный то в старости безусловно это все приумножается в несколько раз у вас такого нет у вас вообще такой подход к жизни ну умудренный вы даже и смотрите по-другому более позитивно здесь много глубины и много мудрости поэтому вот я говорю и к старости это как-то вот не знаю как увеличительное стекло до приумножит это то есть позитив какой-то еще и адекватное отношение к жизни поэтому старость ваша она будет такая знаете очень активная в контексте того что я не знаю может быть вы с кем-то будете общаться там я не знаю собираться вечерами читать какие-то книги а то есть я вижу что вокруг вас есть люди не в вашем доме но вокруг вас есть люди с которыми вы общаетесь обмениваетесь информации то есть знаете вот как бывает показывает людей преклонного возраста который там путешествует но активничают ведут активный образ жизни вот это как раз таки про вас поэтому ваша ваша старость она прекрасно здесь вас вообще не пугает причем еще выпадает королева пендакли дома будет чем старости заняться то есть у вас все время будет какая-то работа либо работа по дому либо что-то нужно сделать вот какая-то активность о ком-то позаботиться вот возможно у кого-то будет домашние животные питомцы но немного потому что вот вы как-то больше хотите время уделять себе вот вам нравится понимаете я вижу что здесь есть контакт с природой и опять же таки может быть я вижу вас как-то в доме да не в квартире а вот в доме как-то так и у кого-то для кого-то может быть да это дом вот вашего мужа там либо дача вашего мужа да где-то там за городом но почему-то не ваш а вот другого человека и вы там живете как-то так идет вот такой был первый первый наш с вами расклад первая позиция здесь хорошая энергия меня это энергия тех людей которые понимают жизнь воспринимает ее очень адекватно вот где-то саркастически могут посмеяться над собой да что вот я буду вот таким прикольным стариком либо старухой то есть люди с чувством юмора которые абсолютно не боятся не старости не смерти и относятся ко всему могу сказать даже концу вашей жизни есть такое ощущение что я устал от жизни и уже жду не дождусь когда эта смерть придет потому что как ни странно да это слышится но вот здесь такая энергия что ну я в принципе уже пожилая посмотрела увидела то что мне нужно было да теперь давай посмотрим а что будет дальше в переходе да то есть куда пойдет дальше моя душа развиваться и это не пустые слова потому что вы это верите да то есть поэтому вы относитесь именно к смерти как к очередному этапу вашей жизни то есть и это вас я уже сказала но еще раз повторюсь это вас никак не страшит здесь усталость от жизни что ну я уже в каком контексте не то что вы устали жить а вы уже в принципе то что хотели узнать да вот как 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 галочки поставили в жизни вот был прописан допустим план да по пунктам что нужно было сделать вот я все эти галочки выставила да все пункты прошла что-то другое я уже не хочу а то что нужно было я уже сделала то есть человек такой знаете причем вот ощущение того что у вас все закрыты гейштаты и все вот можно идти дальше да путешествовать дальше в иные миры в в иные уровни как-то так значит позиция номер два красненький камешек так смотрим двоечки с кем с кем вы проведете старость не в семье семье с родственниками ну в принципе это ожидаемо ожидаемо причем вы даже ожидаете что будут какие-то может быть ссоры и конфликты ну какие-то разногласия будут но это вот как будто бы является для вас своего рода удовольствием ну вот как это сказать возможно у вас есть какая-то такая парадигма да что и ваши родители были с вами либо их родители были с ними ну как-то знаете как пожилые люди умирают вот именно в семье и их за ними ухаживают их дети вот вас какая-то такая парадигма есть и ясное дело что будет разногласия что будут какие-то там ссоры раздражения но вот это ваше такое восприятие да причем знаете здесь такое ощущение у меня есть не знаю почему что вот как будто бы молодое поколение с которым вы будете жить она как будто бы вот ждет не дождется когда придет конец вашей жизни вот как-то ну неприятные слова я знаю но я говорю то что я вижу то что я чувствую ощущаю как-то так поэтому вот конфликты знаете в контексте того что она когда ты освободишь уже место даже площадь но а это вот как будто бы ожидаемо вы это знаете но это никаким образом не влияет на не будет влиять на вашу старость то есть вы при всем при всех вот этих вот 40 конфликтов каких-то местах не очень хорошем отношении к вам да вы все равно будете получать удовольствие от жизни то есть вот это вот пятерка меча она никаким образом не влияет на вашу девятку ну вот я говорю шу да здесь просто молодое поколение им с которым вы будете жить только если в первой позиции были внуки здесь не внуки здесь просто не знаю какие-то молодые люди ну молодые знаете может быть как там я не знаю там взять ну не не кровные родственники на вот только в связи с браком что за такое либо какие-то дальние дальние родственники но я не вижу здесь кровной какой-то прямой связи я не знаю почему эти люди будут рядом с вами поэтому но вы в принципе это ожидаем и вы на них не обращаете внимание еще с кем вы проведете старость а кто-то может приведет вдали от дома тоже такой интересный момент опять-таки кто-то это не значит что все ну вот мне здесь показано что это люди с которыми вы знакомы будете это не не будут какие-то чужие люди это люди с которыми вы как-то взаимодействуете хорошо где где вы проведете старость в первой позиции тоже так было да на на с кем вы не показали а где начинали показать показывать фигурные арканы где где но аркан императора у нас не указывает это на дом ну то есть опять же как и в первую позицию здесь немножко по-другому почему-то дом показан либо если эта квартира то сделана вот какая-то бетонная постройка либо дом бетонные из бетонных плит но это не кирпичи и это не дерево скорее всего это будет город это не будет за городом либо каденем этом селе это будет дом это будет квартира и вот у вас будет своя комната и это хорошо но вот что-то смущает меня здесь что именно меня смущает это скорее всего вот так вот как у вас есть заведено в вашем доме у меня такое ощущение что здесь как будто вы знаете поколение из поколения вот как было в советском союзе да то есть там бабушка живет вместе там со своими детьми у детей уже есть свои дети то есть ее внуки они там женятся приводят опять-таки в дом и вот получается как будто бы там несколько поколений в одной квартире вот что-то здесь такое вот какая-то цикличность то есть такая цикличность которая есть повторность который есть у ваших ну принято вашей семье вашей фамилии то есть там где вам знакомо вам комфортно я не знаю это новое не новое какое-то помещение не могу понять но опять же так смотрите здесь кому-то будет комфортно а кому-то вот почему-то мне идут холодные стены я не могу понять то ли мало мебели какой-то вот минималистический стиль просто я вижу пусты и стены пусты и бетонные стены холодные пустые бетонные стены может быть вы будете жить где-то в каких-то регионах холодных просто от бетона от стены идет холод вот прям знаете так и хочется либо как-то вот утеплить либо в какие-то более яркие цвета покрасить желтый какой такой вот лимоновый до насыщенный то есть что-то такое чтобы вот отдавала как-то теплом и солнцем то ли я не знаю какой-то вот город не знаю как пить и где очень много такой погоды пасмурной либо ближе к северу ну вот что такое вот холодные какой-то потому что я чувствую что-то вы вам холодно как-то и стены от них веет этим холодом и и и и вам холодно ну то есть погода такая где где еще в каком-то месте в целом месте в котором да вам известно не вот опять тут пажей какая-то вот молодая энергия с вами находится но это не не дети это скорее знаете как и юноши вот около 20 плюс-минус вот такой возраст 18 19 20 20 до 23 вот какой-то такой возраст людей с вами находится хорошо какой будет ваша старость давайте посмотрим по шпиндаклей знаете как будто бы здесь кто-то будет нянчить каких-то детей до малышей но но такое ощущение что человек здесь как будто бы скованный вот вы им то есть какие-то ограничения я не чувствую что здесь человек вот прям знаете так хорошо на сто процентов то ли он зависим от кого-то то ли знаете здесь как будто человек хочет какой-то тишины и спокойствие а не получается очень много шума вокруг очень много жизни активности а вам как будто бы хотелось вот как-то в тишине побыть либо я не знаю вот ваш вид у меня почему-то такое ощущение что-то как-то прикованные не надо это говорить но я просто вижу что в коляске в какой-то ну либо на стуле сидите может быть кресло коляска качалка это вы как будто бы в окно смотрите то есть ограничение связано с тем что вы как будто вы не можете выйти до либо не можете сами выйти на улицу либо ну то есть человек вынужден находиться вот в таком помещении и вот он как будто вы все время смотрит из окна и для кого-то здесь вот вид из окна а впереди я не знаю либо море либо озеро какое-то ну то есть какая-то водная гладь как-то так не идет но мне не идет то что вы будете довольны да или нет смотрите карты тоже показывают это у меня такое ощущение что у вас будет такие мысли что надо было что-то изменить своей жизни тогда когда была возможность тогда когда был шанс надо было что-то изменить надо было как будто вы знаете побороться за что-то отстоять до отстоять себя и на либо свою заложил площадь либо отстоять какую-то свою позицию свое какое-то желание и это на самом деле классно что нам сейчас это показали до чтобы вы в старости как-то не сожалели поэтому вот может быть стоит подумать о том где бы вы хотели встретить свою старость и каким образом и сделать уже сейчас даже не важно там 30 лет а сколько там лет насколько вы молоды это подготовить почву к тому чтобы вот не было вот этой вот картины старости которые мне здесь показали потому что она не очень вас удовлетворяет как будто бы знаете вот человек все равно чем-то ограничен и что-то его сковывает поэтому чтобы такого не было вот вам желательно что вы сейчас уже сделали правильный какой-то выбор да для того чтобы в старости не сожалеть дико мне ощущение что-то есть какие-то сожаления до о том что вот видите сомнения какие-то по поводу того что ну вот когда-то надо было что-то решить до взять на себя ответственность возможно где-то уйти откуда в это а я это на вот уйти и пойти в новое это не сделала поэтому если кто-то сейчас думает да делать не делать сделайте потому что иначе вот вы вот это вот холодность до старости она веет причем это может быть какое-то эмоциональное ваше состояние то есть не только помещение а такое ощущение что тут не хватает как о какой-то теплоты внимание но я не думаю здесь что вот вы как-то стремитесь по крайней мере так как мне сейчас да вот этот в один из вариантов которые подсветили помню да это не приговор а просто вероятность если вы сейчас что-то не измените то ваша жизнь она будет развиваться таким образом который я описывала это одна из линий развития опять же таки общий до расклад вот и вот этот вот линия она приводит тому что вы вам не хватает не хватает вот этой теплоты что ли и вы не чувствуете себя радостной то есть вот в старости как будто бы нет у вас радости не знаю мне такое ощущение что здесь кто-то может быть и ограничение связанные с физической болезнью поэтому чтобы не было в старости этих болезней как говорится да чтобы смерть встретили на ногах вот нужно заранее уже подумать о своем здоровье да то есть о физическом здоровье и обязательно фильтруйте свои мысли уже сейчас потому что вы своими мыслями создаете свою старость вот если вам не нравится вот это вот такая старость как будто бы я не вижу что вы были здесь как-то в тяжесть тем людям да который за вами будет смотреть потому что однозначно вы с кем-то здесь находитесь кто-то ну за вами за вами присматривает да вы не в одиночку вот как по первой позиции только в первую позицию там все так хорошо классно здорово да люди прям наслаждаются своей старостью своей независимостью а вы наоборот здесь как будто бы зависимый и вот как-то грустите очень много грусти нету слез у вас я не вижу что вы здесь как-то вот плакали переживали нет но однозначно вот эта ситуация она вас она вас не радует не радует вот какая-то серость идет до как пасмурно я не вижу дождя но вот очень пасмурно и вот эти вот серые тучи небо серое все серое очень много серого цвета здесь поэтому чтобы такого не было до разукрасить и пожалуйста свою жизнь уже сейчас красками настройтесь на то на ту старость которую вы хотите да и уже подготовьте сейчас это да то есть если вам не нравится вот то что я описала значит вам уже надо поменять сменить свое мышление где-то что-то отстаивать где-то что-то выбирать то что вы хотите приучать себя более позитивному образу жизни и плюс ко всему начать смотреть за своим здоровьем здесь какая-то вот пассивность знаете присутствует как не знаю какой-то вот человек вот беспомощный до чтобы вы не были таким беспомощным человеком подготовьте свою жизнь таким образом чтобы вас все было хорошо вот какая-то такая не очень приятная позиция но это один из вариантов помните что вы все можете изменить и вот самое классное самое здоровское здесь вот в этой позиции это то что вы услышали это сейчас и как следствие можете изменить то есть пока есть время можете изменить вот о чем я здесь говорю позиция номер 3 зелененький камешек троечки смотрим с кем с кем вы проведете старость с кем вы проведете старость с миром с миром аркан смерти все великие органы с кем с миром кстати я не не шучу здесь такое ощущение что не знаю то ли вы путешествуете почему-то мне идет такое да вот какие-то путешествие то ли вы путешествуете то ли вы вокруг вас очень много людей причем разношерстных разных культур разных на разных языках разговаривающих до иностранцев но здесь вот интересные интересные люди интересные люди смотрите с кем с кем но вот большей степени да здесь мужские энергии идут либо женщины такие вот более уверенные в себе да с какой-то такой мужской хваткой активный по возрасту да ну вот где-то я вижу от 40 до 50 лет может быть там где-то 37 на начиная вот такого возраста люди большей степени мужчины но здесь даже не возрасте дело а в энергии да то есть энергия она такая знаете очень бодренькая будет бывает там люди в 60 лет вот под за спортзал и не такие подтянутые вот и такой ведут здоровый образ жизни и в голове у них ясность и прозрачность активность у них есть цели они достигают вот какой-то какие-то такие люди да то есть целеустремленные к чему-то двигаются что-то хотят получить очень и очень активные и с такой сильной жизненной позиции и энергии в них очень много энергии и много силы духа вот видите король жезлов и выпал да то есть одна вроде будут как будто бы одна женщина да и все остальные мужчины но я не вижу чтобы эти мужчины были родственники вам это могут быть коллеги это могут быть единомышленники это могут быть какие-то вот сотрудники почему-то да по работе то есть вот здесь какая такая рабочая среда может быть вы будете работать до глубокой старости вот опять же не по принуждению и не вынуждена потому что вы так хотите да то есть у вас вот как будто бы такой образ жизни был вот у меня такое чувство что вы как будто бы людей вот этих всех как-то организовываете организовываете управляете как-то не знаю может быть что-то рекомендуете что-то советуете как-то больше социальное здесь какое-то проявление да то есть коммуникации связаны с проявлением вас в социуме ну-ка дайте я уточню вот аркан смерти дьявол ну такие харизматичные люди будут могу сказать да активны почему-то такая мысль пошла не очень хорошая ну хотя кто как оценивает что человек который будет ответственен за за ваше погребение да вот за этот весь процесс вы с ним будете знакомы ну то есть такое ощущение что вот вы как будто вы будете знать что вот после вашей смерти ваши близкие обратятся именно вот в этот офис как будто бы с этим человеком вы будете знакомы еще будете найти как-то смеяться а у меня еще плюс ко всему ощущение того что да вот мы сейчас правда про старость говорим но все равно ближе к смерти вы точно оставите какое-то там завещание да даже если у вас нету недвижимости в любом случае вот будет какой-то документ где будет прописано как знаете как ну не знаю завет завет кому-то что-то озавещается за что-то говорите прописываете советуете рекомендуете вы что-то на бумаге зафиксированное у меня идет такой вот вы будете с может быть это юрист какой-то либо адвокат я не знаю но вот вы с этим человеком смеетесь тоже такие знаете проказники какие-то загадку здесь загадываете тем кто остается после вас вот а так с кем вы проводите старость кто-то кому нравится играть в шахматы да вот я вас почему-то вижу да либо людьми которые там шахматы играют ребусы какие-то решают может быть какие-то клубы по интересу вот такое тоже есть спортивные какие-то клубы не то что вы туда ходите а вот как-то в роли советника может быть какого-то да вот что-то рекомендуете что-то говорите но здесь какая-то вот такая управленческая позиция либо что-то вы организовываете да вот какие-то такие люди вот здесь касательно женщины да я вижу как будто бы это вот не знаю то ли вы ей как-то помогли как будто бы какая-то ваша друга здесь идет какая-то ваша подруга с которой у вас такие задушевные беседы вы больше ее поддерживаете как-то мотивируетесь в чем-то она разочаровывается периодически она к вам приходит и вот вы ее как-то все время поддерживаете да и это подруга младше вас это подруга младше вас по возрасту как-то так идет но вот эти вот персонажи смотрите один к одному до маг такой уверенные в себе мужчина этот помоложе колесни даркан колесница да и король жезлов тоже такой с хитрецой мужчина с хитрецой который имеет успех у женщин есть такое опять же если вы мужчина дата это вот ваши друзья не друзья приятели люди с которыми вы близко как-то вот взаимодействуете может быть друзьями их и не назвать но люди с которым вот как-то близко взаимодействуете вот этот человек он серьезный вот это такое знаете не знаю может быть у него внешность такая привлекательная он притягивает женское такое внимание и пользуется спросом у женщин поэтому немножко такой знаете баловень в этом вопросе на вот этот мужчина он очень он очень серьезный вот как будто бы знаете как военный какой-то либо с военной выправкой какой-то вот такой достаточно дисциплинирован почему не идет как знаете как бизнес как бизнесмен да то есть человек у которого есть свой бизнес либо какое-то свое дело такой серьезный человек а вот это вот как будто бы он то ли его сын полива племянник но мало живо но у них есть здесь какая-то связь у этих людей как-то может быть через этого человека до взаимодействовать с этим человеком что вам бумаги какие-то передавать либо же какие-то документы что-то и вы вот через этого человека как-то общаетесь он как как посыльны как на побегушках вот что-то такое но я не вижу родственников здесь кстати я не вижу родственников если здесь из этого является кто-то родственников то это вот прям какие-то такие достаточно дальние я не вижу чтобы это чтобы вас связывала кровь по крови да как-то напрямую ну вот такие вот люди люди буду да а где вы проведете старость какой-то шанс на вам дается где это вы у меня король мечей здесь выпадаете где вы проведете королева жезлов не знаю как то в каких-то такие знаете процессы где надо думать и где надо много общаться вот где вы придете с старость там где дается шанс не знает или вам то ли более молодому поколению и вот вы общаетесь за какое-то общение что ли он просто я вижу очень много людей очень много людей и общение много где еще проведете здесь кто-то достигнет до своего желания жить комфортной жизни может быть в своем доме но вот место где вы будете она быть вам комфортно неважно это казенное не казенное ваша но вам будет комфортно где вы проведете старость вот там где вам прописано по судьбе там где вы должны быть там вы проведете старость но в семье семье это точно что будете в семье ну то есть я не вижу здесь дома престарелых либо еще где-нибудь там в одиночестве день за границей сколько здесь вышли люди разных культур нет вы вы будете в семье какая будет ваша старость но от кого-то будете обучать как наставник причем старости вам будет дан какой-то новый новый шанс новый шанс новая возможность видите для кого-то хочется сказать знаете всю жизнь не получалось выстраивать отношения вот в старости у вас получится до появится такой человек с кем вы сможете вместе составится прожить но такое ощущение что вот если вы женщина да то здесь будет такой мужчина который где вы будете больше главенствовать вот а он будет ну такое не то чтобы подкаблучник но он будет с вами соглашаться то есть вы будете вести какую-то такую главенствующую роль потому что я слышу здесь такие знаете я глаза что вот вы вот как обычно женщины бывают недовольны до своими мужчинами что не знаю не так сложил одежду где-то что-то не убрал за собой где-то что-то не сделай вот ну женщины по дому они любят быта вот здесь какая-то такая знаете это с любовью это не то что вот вы какая-то раздражительность то есть вот опять ты там я не знаю старый хрыть что-то не так сделано нет здесь не так но здесь вот вы мозг будете выносить такая но человеку будет нравится вот так давайте скажу да то есть здесь нет ничего такого негативного но вот вы все время чем-то недовольны и он как будто бы знаете два уха в одно зашло в другое вышло да как то не обращает на вас внимание вот но при этом как это знаете вот в каких-то роликах показывает там где старик старуха ну вот что ты бабка опять ворчишь вот вы как будто бы ворчите вот очень много ворчите я как-то так вас вижу но будете хорошо вот для кого это актуально да хорошо жить со своим человеком вы будете находить общий язык он как будто бы молчит там вам важно высказаться вам дает это возможно вот вы весь день что там говорите вручите о чем-то там своем а не обращает внимание ну типа ну бабка хочет поговорить пускай поговорить и ничего такого страшного но для кого-то видите еще к возможность на союз шансы для кого-то это может быть шанс на такую гармоничную жизнь и говорим гармоничная к такая старость будет где бы вы все время чему-то будете стремиться все время что-то будете там не знаю желать достигнуть вот прям до глубокой старости какая у вас будет до старости будете что-то все время менять что-то всего твои активные будете а причем активные именно в социуме не знаю может быть будете опять же таки работать до глубокой старости но как какие-то организационные моменты да вот у меня такое ощущение что как-то это связано с документами может быть какой-то вот каких-то госструктурах что ли но здесь здесь вам нравится эта работа то есть здесь такое знаете такой типаж людей что как только он перестает работать он прощает себя ненужным очень быстро наступает конец жизни обычно так бывает мужчины то есть пока они работают пока они живут они ощущают что вот они кому-то нужны у них есть цель в жизни как только они выходят на пенсию они почему мужчины раньше уходит женщин потому что они теряют как будто бы смысл да то есть весь смысл их жизни был там есть на потери заработать деньги принести домой там что-то как-то вот обеспечить а когда выходит на пенсию нечем заняться на то есть смысл как будто бы теряется в отличие от женщин которые ну в приоритете всегда дом поэтому либо ее дети либо потом идут внуки то есть ну мы видим да что в глубокой старости женщины они все равно есть им о чем там позаботиться о ком-то позаботиться такое ощущение что пожить им для себя не не дается все время есть какие-то дела какие-то заботы мужчин такого нету и поэтому важно быть нужным полезным вот здесь что-то такое вот вам важно ощущать что вы полезны и там не знаю социуму вы полезны другим людям вы нужны и вы будете использовать все свои навыки для того чтобы вот ими пользовались какая старость у вас еще будет по солнышку ну хорошая хорошая приятная знаете здесь даже такое ощущение что если кто-то потеряет свой рассудок вам это не будет в тяжесть не знаю как это будет другим людям которые будет рядом с вами но у вас это вообще беспокоить не будет никаким образом да вот при всей вашей активности я вижу все равно что вот вы как-то знаете человек который вот как-то возмущается вот все время вы чем-то возмущаетесь все время вас что-то не удовлетворяет не знает или вас не удовлетворяет там люди которые вас окружают только какой-то кризис нужно здесь такое знаете здесь нету что-то конкретного а здесь как вот бывают не знаю недовольные и старики там правительство не то дороги нити зарплата не такая вот люди которые вот возмущаются здесь вот что-то такое чтобы вы не были вот такими людьми которые возмущаются да так же как я сказала во второй позиции старость вас хорошая но постарайтесь пожалуйста поработать со своим характером но чтобы в старости не было вот вот это вот претензиозность который у вас есть сейчас она есть у вас но она знаете как-то вот по молодости не обращаешь внимание а старости вот это обострено вот это вот чувство и и силу вас раздражает то есть что вот этого не было чтобы ваша старость действительно была в радости вам и тем людям которые вас окружают и вы были полезны ну то есть используйте свой какой-то критический ум на вот эту вот претензиозность на что-то созидательное чтобы действительно вы были в старости полезный не было вот это вот возмущение да вы в старости должны знаете вот вы относитесь к той категории людей которые в старости желательно чтобы они тоже развивались то есть чтобы вот процесс развития он не завершался чтобы вы что-то изучали но изучали не для себя были вот как-то полезны другим людям у меня здесь такое знаете вот идут я знаю как какие-то изобретения вот что-то вы делаете да что потом это будет не знаю какие-то патенты для себя что-то вот придумываете пускай это даже для вашего обихода но оно должно быть полезно как-то кому-то и другому то есть вы должны развивать постоянно свой ум на чтобы не было вот там алтсгеймера или еще что-то но здесь нету деменции но вот очень важно почему-то акцент идет на то чтобы вы общались взаимодействовали с другими людьми и были полезны и и как-то развивались до что вы постоянно как говорится были на коне были постоянно в движении вот это вот вам важно потому что как только вы почувствуете то что я сказала да про стариков как они выходят на пенсию они не чувствуют движение мне надо вставать обходить куда-то на работу они начинают лениться и у них приходит болезни вот вам вот это не нужно вам нужно помнить и вот в вашем случае надо заниматься даже в старости надо заниматься спортом это не активный спорт это вот какая-то такая гимнастика знаете как были в союзе не знаю кто еще помнит был такой период когда перед школой да перед началом уроков собирали детей во дворе школьном да и занимались гимнастикой вот я еще такой по моему период помню правда так смутно даже не помню сколько мне лет было но как маленькая вот здесь важно что вы просто гимнастикой занимались до чтобы потому что такое ощущение что здесь вот у людей суставы суставы болят колени и локти здесь не позвоночник но вот как-то суставы как это болезнь суставов по русски по-гречески называется остеопорусе но по-русски на это что такое вот аналогичное вот здесь важно да но это связано как раз с подвижностью вот вам важно ощущать жизнь вы чувствуете в движении поэтому чем больше у вас движения в жизни как физического так ментального вот вы подвижные тем лучше у вас будет старость да вот ведь собирайте какую-то информацию что-то изучаете в акцент у вас должен быть на рождение каких-то идей вы постоянно должны рождать своей голове какие-то идеи и не просто чтобы это было на уровне ментала но и вы это как-то воплощали вот не идет руками вот что-то вы делаете руками то есть допустим если бы например меня сейчас смотрели мужчины да я бы сказала что вот в старости что-то придумываете такое я не знаю как как усовершенствовать как-то на кухне да вот что-то вот помочь таким там открывашки придумывать ну что-то такое там стиральной машинкой так чтобы она дополнительно там не знаю сушил отжимал то есть какие-то такие знаете лайфхаки которые обычно показывают вы придумываете то есть вы наблюдаете за своей бытовой жизнью вот это что вот вам не хватает опять же таки просто у меня образ мужчин идет но это касается кстати женщин да то есть более практичны по быту придумывать какие-то лайфхаки то есть оставляет свою голову постоянно работать в контексте рождения каких-то новых идей и обязательно их воплощать то есть если это будет только на уровне идеи это ну не будет столь актуально вам надо обязательно видеть результат своих трудов до что это не просто я подумала там фантазировала потому что в этом есть пассивность а вам наоборот активность нужно как-то так это было у нас с вами третья позиция благодарю наталью за идея мне понравился расклад выбирайте свои позиции свою старость да и как говорится заранее подумайте что вам не устроило вас не устроило в этом раскладе да это показать от того что вы сейчас вы можете на это обратить внимание и что-то в себе исправить да если двоечкам надо там исправлять какой-то касательно своего выбора до подстелить вот эту соломку чтобы старость была в радость и не было сожалению о том что где-то когда-то упустили какие-то возможности то вот в третьем случае здесь нужно вам поработать с вашим характером насколько это можно возможно да насколько он меняется вот афера позиции ничего не надо менять вас и так все устраивает продолжайте заниматься философию своим восприятием мира вот потому что он приведет вас как раз кивок этой странствий вы относитесь вот единички к той категории людей которые знаете как-то не привязываются к людям независимо от других людей и поэтому неважно где они проведут старость как говорится в пещере либо в каком-то мегаполисе и мы там и там будет хорошо потому что у них восприятие мира такое что вот мне классно везде ну желательно на природе вот как-то так пишите свои комментарии мне интересно будет почитать кого и как улыбнула да и помните что 2 это никогда не приговоры это одна из вероятности тем более что это общий расклад того что как может развернуться вашу жизнь но и с другой стороны достаточно информативная если услышать необходимую информацию не в контексте того что вот это приговор вот так будет нет а в контексте того что окей значит я это услышала надо это поменять да надо что-то уже начинать делать и это не значит знаете обычно люди когда смотрят слова старость и находится там возрасте 30 40 50 лет и говорят ой мне это не интересно мне это еще далеко да то есть там до 90 лет мне еще там лет 40 я еще молодая безусловно никто не сомневается в этом но послушать как раз таки об этом было бы очень интересно то есть не отрицать эту эту часть жизни который так или иначе придет но вот в силу краски вот молодости да мы думаем только о молодости что мы все же всю жизнь будем молодые красивые вот и как правило расклады на такую тематику причем знаете такая две категории молодости старость то есть дети и старики и ни та и ни другая категория она не набирает никогда большое количество просмотров ну то есть если это старость ясное дело это не совсем приятно но то что касается детей тоже как ни странно мало просмотров да то есть хотя у многих есть дети у многих есть проблемы с детьми и это ясное дело вот то есть разлом до поколение он всегда существовал и будет существовать между детьми и родителями но вот все что связано расклады детско-родительских отношений они набирают мало просмотров много просмотров набирают только расклады на других каналах не буду говорить темы но на других каналах а я с вами прощаюсь желаю вам отличного настроения прекрасной недели радуйтесь жизни настраивайте себя на позитивный лад и притягивайте в свою жизнь свет добро человечности и любовь всех вас обнимаю пока пока